здравствуй страна здравствуй страна привет привет малыши ждете еды эх бедные животные рыбы умные глаза смотрите какие умные глаза ладно друзья сегодня я уезжаю город саранск вечерний поезд я в кунцево плаза огромный огромный просто мега мол в котором есть все и развлекательные и кафе и но больше развлекательные и кафе если честно и выход найти крайне сложно это знать где находится друзья ну так я хотел знаете у меня кроссовки уже моим кроссовкам уже ну не знаю лет года четыре точно они уже там скоро будут асфальта касаться друзьям и поэтому я искал может чё но я понял что в москве такие вещи искать бессмысленно потому что во первых цены цены добрый добрый день и модели все-таки модели забубенные я понял что это надо искать простых магазинов кстати сейчас вот еще здесь кроссовки в общем такой модели нет у меня модель вот это кроссовок она знаете как когда их купил мне прям нога там как чувствовала комфортно как будто ты это ну как будто ты вот как вот идешь как на каких-то кучуковых таких мягкая такой поступь уверенная они как блины такие не знаю но вот именно такая модель я почему-то не нахожу друзья все какое-то строгое кроссовки для банкета в большей степени выпускают ну ладно будем искать но будем искать не здесь а какой-нибудь просто магазине удастся будем саранске может быть там что-то будет здесь бессмысленно издалека взглянул на шахматы нам прям вообще супер стеклянные такие красивые чего там чё там а 77 тысяч рублей не ну конечно это понятное дело и из стекла да друзья вот если у этих шахмат фигурку разбить да мой горе такое и дух казанскому вокзалом с него отходит поезд на город саранск вообще из всех вокзалов мне нравится больше всего казанский но по обустройству вот сколько раз я выезжаю с казанского вокзала и попасть на казанский вокзал это целые кротовые норы невозможно сразу найти правильный путин идет как через много кордонные системы проверки чемодана через деньген это просто жуть отдышу щас пойду камеру хранения чемодан дам народ тьма так рассчитывал на эту камеру хранения с этими пошли хочу там подвале ну в итоге а ее перенесли сюда но я не знаю свободных тут надо нет моя первая машина горбатый запорожец стоит девять тысяч четыреста девяносто девяносто или сто девяносто рублей на супер итак мой поезд москва саранск 42 фирменный отправляется 2150 время сейчас 2050 ну значит где-то через минут 30 начнется посадка но пока путь неизвестен фирменный а 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 но в таком вагоне я еду первый раз все чистенько фирменный поезд складывающийся столик тут я убавил громкость я первое место 2 полка тут еще вообще великолепно у меня первая полка сейф для телефона то может еще чего-то подтип шахматной доски второго сделано конечно меня пока пошли пассажира больше нет я один ну короче говоря круто круто вагон очень чистый все уже заправлено здесь тоже все заправлено здесь только опустить надо эту полку и все и будет спальное место и вот эти откидывающиеся бордюры очень кстати удобно действительно когда что-то достаешь или полку там ну розетка рядом вот заряжалка так так друзья у меня значит есть вот такая кофе машинка путевая короче сейчас вам покажу как она работает я сейчас приехал в гостиницу номерок простой саранске вот такие есть капсулы платиновым частности вставляем сюда так и и ровненько потом сверху прижимаем закрываем сюда плотненько чтобы было вот так вот вот и вставляем в стаканчик стаканчик маленький сейчас кипит чайник я вам покажу что происходит дальше так чайник скипел дальше я должен набрать до уровня вот тут вот есть уровень вот так набрал до уровня и теперь закрываю так вот ровненько хорошенечко вот и тут такой насосик и сейчас смотрите будет что происходить какое действие я надавливаю на насос и качаю а здесь будет появляться эспрессо да в общем вот таким вот макаром ну правда тяжело качать потому что компрессор здесь создает такую атмосферу такие серьезные это за место кофе машины потому что я с собой брал раньше которую кофе варку варить там как гейзерного типа но все это мусорное дело потом все это порошок это не нужно а я пью американо я из просто не пью есть люди которые пьют эспрессо я люблю американа сейчас вам покажу как его дела поверьте мне запах настоящего кофе как с кофе-машины прямо то есть все абсолютно и вот он под давлением нагнетает туда воду и надо качать до тех пор пока не будет легко качаться когда он всю воду вычерпает все вот можно сейчас сказать что воды там уже не осталось все после этого я достаю кофе хотя на горячее вот но тут можно открутить и у вас есть такой вот стаканчик с прекрасным эспрессо прям знаете таким потом его сюда уливаю вот добавляющий воды чтобы слить еще я люблю чтоб всего все но это моя походная кружка поэтому не обессудьте доливая воды как вот на стакан примерно так вот вот так и вот это добавляет сгущенное молоко размешиваю и получается настоящая американа вот наконец-то я сейчас в полном комфорте с кофе размешался сгущенным молоком все а это потом скрывается выбрасывается капсула промывается все и к следующему разу вот такие покупаю амбарса амбассадор вот мать вот такие вот пироги нахожусь такой интересной гостиницы вот этой саранск она старенькая но с скоплениями новых технологий но это даже смешно порой выглядит значит бесплатные услуги это у нас что такое зон дают что ли бесплатно камера хранения швейная набор штопор и гладильная доска а вот платная это распечатка понятно халат это отдельно платная станок щетка зубная кстати очень удивлен обычно гостиницы сразу дарят это меню меню подушек а то есть если вас не устроит подушка то ты можешь передавать подушку парковка платная заметьте платная парковка так сауна бильярд платная понятно переговорная комната понятно торгового автомата естественно тапочки тоже платная услуга прачечная платная набор одноразовой посуды тоже платная про еду вообще не говорится но и дает естественно вид у меня с окна великолепный номерок простой правда есть некоторые замечания по нему но я вы знаете всегда говорю что вижу то есть правду вот поэтому скажу что номерок обычный стандартного советского образца такая вот кроватка но горячая вода здесь как говорится отсутствует здесь ее нет она бежит еле теплая вода такая душевая комната неплохая но все такое хлипкая дешевенькая вот но и самое главное что воды горячий малым потоком через душ еле 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 течет но видать может быть летний сезон ремонтирует трубы но это не беда поезду мне повезло короче друзья поезд конечно шикарный но есть свои недостатки кто знает тот поймет вот эти полки пристегивающиеся в железном таком корсете находятся матрацы и ты когда ложишься у тебя всегда даже сходишь с полки у тебя вот этот железный каркас ты на него ногами как бы упираешься вот так то есть не совсем удобная штука и у тебя сразу уменьшается простор между нижней и верхней полкой и ненароком можно что-нибудь стукнуться на бордюрах вот висят вот эти вот опять же мягкие там всякие шкафчики которые как бы не совсем удобно для сидячего положения нормально для положения спать не совсем удобно корректно кондиционер прекрасный все туалеты прекрасные все идеально весь вагон как бы суперовый но вот это вот какая-то недоработка к сожалению и еще в титане в таком прекрасном титане есть холодная горячая вода кружку подставляешь там краник нажимаешь все бы ничего но там течет не горячая вода а горит просто горячая вода но не кипяток то есть заваривать чай получится при 80 градусов там где-то 80 градусов то есть даже когда ты пьешь это просто вот горячая вода которую можно глотками пить даже не обожгешься поэтому приготовить кофе там не не получается никакой возможности то что это не кипяток мне нужен кипяток очень горячего да когда приготовлять кофе вот такие вот два минуса проехался по городку сразу же я вам потом все это расскажу покажу чистенькие аккуратненькие улицы вот пока такое первое впечатление люди свое свое обычные такие но какие-то знаете менталитет пока еще не узнаваем но что-то такое много много личностное такое еще пока еще не разобрался но кое-что такое есть ну я только-только приехал я просто ловлю первые секунды вот этого вот когда глядишь на тот город которым ты никогда не был и вот эти первые впечатления очень важны потому что потом они у меня замыливаются какими-то другими впечатлениями и они оказываются не не про неправильными вот именно первое впечатление у меня всегда такое очень четкое что касается погоды погода сопровождает меня везде великих луках москве ездить жарище стоит 28 29 градусов и сегодня тоже и здесь саранске 28 градусов короче и шорт можно не вылазить я просто поражен я уехал с юга и я езжу сейчас по югу практически всегда но солнцем масса как говорится но это хорошо вот ну что ж поехали по саранску ну холл гостиницы довольно симпатичный оригинальный вот рецепшен здесь значит сувениры как всегда меня удивил больше этот телевизор в рамке в рамке такой портретный телевизор это дайте вот здесь значит еще есть у нас это и кресло я могу чего-то эти массажные кресла тоже здорово офигеть такой почты россии я никогда в жизни не видел храм почты россии прям не смею предположить что здесь происходило что бульварной плитки такие выбоины как будто сюда падал град крупный камнепад но площадь да вся такая искалеченная трещинами выборными да в городе совершенно нет самокатов прокатных то есть они здесь скорее всего даже и не практикуются может быть даже и запрещены в общем городе нет вообще прокатных самокатов хотя город имеет такое количество населения такие большие расстояния удивительно почему